здравствуйте мои дорогие друзья с вами Наталья Ксенчак и секрет что большинство женщин мечтают выглядеть страннее чем есть они на самом деле особенно если есть склонность к полноте или широкие бедра как например у меня поэтому при работе со своей фигурой для того чтобы создать гармоничные пропорции очень важно знать как правильно подбирать одежду в том числе юбки которые как раз таки и прикрывает зоны где у нас скапливается так скажем лишние объемы и прикрывает собственно бедра не так давно на моем канале вышел ролик где я разбирала статью с ужасными модными советами о юбках которые полнят я тут подумала раз я разбираю критикую статьи то вполне можно показать как же нужно поэтому сегодня мы с вами возвращаемся к теме юбок которые полнят но на сей раз я расскажу вам свое видение этого вопроса давайте для начала разберемся как вообще юбка может стройнить или полнить во первых фасон юбки может фактически видоизменить вашу фигуру то есть реально добавить визуального объема чем шире и объемнее юбка тем шире и объемнее кажется ваши бедра однако с другой стороны широкие юбки они создают не только вот такой объем они также создают достаточно женственный силуэт выглядят достаточно романтично и заодно скрывают непропорционально большие бедра вспомним например барышень прошлых эпох ведь даже самая широкая юбка на фоне которой туловище кажется несоизмеримо маленьким все это выглядит достаточно красиво во вторых юбки могут полнить или стройнить благодаря оптическим иллюзиям которые достигаются самыми разными способами к примеру с помощью деталей особенностей кроя с помощью цвета цветовых сочетаний различных принтов и так далее на самом деле вариантов зрительных иллюзий которые мы с вами можем применять именно в юбках огромное количество все их перечислить особенно в одном ролике невозможно но я приведу наиболее часто встречающиеся и так поехали юбки которые полнять и чем их заменить короткие юбки женщинам с полными бедрами и ногами нежелательно носить короткие юбки связано это с тем что подол режет ноги в достаточно широкой части привлекая к ней тем самым лишнее внимание и делая визуально еще шире особенно опасайтесь облегающих и прямоугольных фасонов чем заменить к сожалению подобрать подходящую юбку длины мини вряд ли получится а вот юбкой классической длины до колена то есть его узкой части это пожалуйста юбки с тонким поясом самый гармоничный вариант расположения юбки на природной линии талии то есть на самой узкой части туловища тонкий пояс юбки особенно если речь идет о сильно расклешенных фасонах слабо подчеркивает талию и даже может создать эффект полного живота чем заменить лучше подберите подобную юбку но с широким поясом который подчеркнет стройность вашей талии юбки из блестящего материала блестящие глянцевые материалы имеет свойство визуально расширять это могут быть юбки из бархата или атласа кожи лаке или из ткани с люрексом и пайетками чем заменить старайтесь выбирать юбки из матовых материалов которые визуально объем добавлять не будут юбки светлых оттенков закон оптических иллюзий гласит что светлые оттенки выглядят визуально шире чем темные это правило распространяется и на юбке светлые варианты выглядят визуально шире чем тот же фасон в темном исполнении чем заменить попробуйте подобрать юбку либо темного оттенка либо светлую юбку с широким поясом который будет плотно прилегать к талии а ее подол будет максимально расклешенным многоярусные юбки из-за того что подобные варианты состоят из множества горизонтальных деталей визуально они не только выглядят широкими но и способны как бы урезать рост чем заменить попробуйте подобрать либо юбки простого кроя без ярусов или если вам нравятся многоярусные юбки обилием оборок выбирайте более минималистичные варианты то но также с рюшами оборками или драпировками юбки с крупным рисунком крупные рисунки выглядят тяжеловесно акцентируют на себе внимание и визуально увеличивают размеры чем заменить попробуйте подобрать юбку с тем же самым принтом но рисунок при этом должен быть меньшего размера юбки в продольную и поперечную полоску казалось бы существует правило о том что вертикальные линии визуально вытягивают но не в том случае если вертикальных линий много и они находятся на равном удалении друг от друга особенно если на границах получаются светлые полосы например на данных фотографиях мы можем с вами увидеть юбки с повторяющимися вертикальными полосками которые как раз таки визуально расширяют подобная ситуация может возникнуть и с юбкой плесе или юбками в складку они также представляют собой структуру из продольных полос если вы выбираете юбку с присборенным поясом то будьте готовы к тому что ваша талия будет выглядеть еще шире чем есть на самом деле поэтому юбки с поясом на резинке это не самый лучший вариант для тех кто считает свою талию и так слишком широкой чем заменить во первых юбкой с одной или двумя вертикальными линиями к примеру с лампасами во вторых это могут быть юбки в полоску но максимально расширяющуюся к низу фасона и в третьих попробуйте комбинированные варианты где не только продольная полоска но к примеру и поперечная или диагональная а если вы любите тельняшки и поперечную полоску на любых предметов то надеюсь вы знаете что поперечные полосы визуально делают фигуру шире особенно когда их много и они на равном удалении друг от друга поэтому юбки с горизонтальными полосками больше подойдут высоким худощавым девушкам и всем тем кто хочет наоборот увеличить объем бедер чем заменить попробуйте комбинированные варианты где не только продольная полоска но и поперечная или диагональная а если очень хочется юбку в поперечную полоску то пусть это будут не облегающие фасоны а максимально расширяющиеся к низу юбки в клетку клетчатый принт это один из самых сложных для внедрения в гардероб визуально расширить может крупная клетка статичная клетка и контрастная клетка чем заменить во первых юбкой в среднюю или мелкую клетку избегайте крупных принтов во вторых юбкой в клетку расположенную по диагонали но при этом расцветка не должна быть контрастной в третьих юбкой из комбинированных материалов юбки с деталями широкой части если вы обладательница пышных бедер то самое опрометчивое решение выбирать юбки с деталями которые привлекают внимание к самой широкой части такие детали создают иллюзию бедер более широких чем есть на самом деле речь например идет о басках контрастных карманах кокетках если это расположено на самой широкой части бедер то визуально их расширяет то же самое касается и пояса заметные и тем более крупные детали в этой части сделают талию шире чем она есть на самом деле чем заменить попробуйте выбирать юбки без активных деталей на той части которая кажется вам и так слишком широкой и во вторых если вам все-таки хочется декора на юбке выбирайте варианты когда элементы расположены по вертикали друзья я надеюсь вам понравился мой вариант статьи о юбках которые полнят если интересно пересмотрите мой разбор той самой ужасной статьи который писал якобы дизайнер с двумя высшими образованиями если вам есть что-то дополнить обязательно пишите если понравился ролик обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и всем до встречи до встречи